Добрый вечер, дорогие друзья! После месячного перерыва, вызванного новогодними праздниками, каникулами, я вновь в эфире, вновь встречаюсь с вами, чему я несказанно абсолютно рад. Я очень скучал без вас, без возможности говорить с вами, рассказывать вам что-то, представлять вам какую-то новую музыку, новых исполнителей, иногда из европейских стран, иногда из экзотических. Ну, те, кто слушает мою передачу, знают, о чем я. Ну и новый, свой рабочий год, он у меня на месяц короче получится, чем календарный. Я хочу начать с очень интересных для меня гостей, уверен и для вас, и уверен и для тех, кто знает эту певицу, этого продюсера, тоже сразу воскликнуть что-то вроде «Ой, как хорошо, как интересно, что это пригласили». Я говорю о том, что сегодня у меня в гостях композитор и продюсер Зара Петросян и певица Марбин. Добрый вечер. Добрый вечер. Добрый вечер. Добрый вечер. Большое спасибо, что вы пришли, уделили мне час времени, мне и нашим радиослушателям. Я надеюсь, что мы с вами сегодня мило побеседуем, поговорим о вашей музыке, о музыке, которую вы представляете армянским слушателям, и не только, насколько я знаю, зороармянским, да, поговорим о положении музыканта у нас в республике, и поговорим, собственно, о музыке, которую мы слушаем, слышим, любим и в мире. Ну, для начала я буквально в двух словах представлю наших гостей, а потом перейдем к конкретным вопросам. Кстати говоря, уважаемые радиослушатели, уважаемые друзья, если есть желание, возможность, время и желание задать вопрос вашим гостям, можете звонить, писать. Мы попытаемся ответить на наши вопросы. Ну, я очень кратко сейчас скажу, представлю, если что-то я скажу неправильно, не точно, вы, пожалуйста, меня поправьте. Так вот, Зара Петросян – это один из самых успешных наших продюсеров, работавший с очень известными нашими эстрадами и певцами, представлял их у нас в республике, вывозил их за рубеж, и, как кто-то однажды сказал, все знают, что если это делает Зара, значит, она обязательно будет успешной. По-моему, насколько я знаю, Зара не было ни разу, чтобы твои подопечные выезжали на какой-либо конкурс, любого уровня и возвращались в соответствии с какой-либо медали. Правда? Да, правда. Зара пишет песни, которые исполняют наши музыканты, наши певцы. Достаточно они популярны, вы наверняка знаете. И теперь вот она, так сказать, по наследству перешла к певице. Певице, которую до конца прошлого года мы знали как под одним именем, а с конца прошлого года ее взяли на величать «Морби». Такой творческий псевдоним у нее. И я должен хорошо знать любителей джазовой музыки у нас, ну и некоторых гаггихских, скажем так, музыки. Я эту певицу знал еще до того, как она была в «Морби». знал ее по тем нескольким выигранным ею конкурсам вокального джаза, к которым я имел некое отношение. А вам это будет? Это был конкурс вокального джаза «Дача Билд» проводился. Очень удачный он был. Тогда Марина получила первую премию. Да. Я сильно не ошибаюсь. И если позволите, если Зара позволит, я начну свои вопросы именно с ее подопечной, да, с «Морби». Пожалуйста, расскажи нам вкратце о себе. Где ты родилась, где ты училась, когда начала слушать джаз, почему джаз? Вот все Алла Пугачёвы слушали, а ты вдруг джаз начала слушать. Именно что-то о себе. Что хочешь? Продолжение следует. Да. Ага. 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 А где? Ты помнишь, где и что ты с первого раза услышала? Что это кончено? Это кончено. Да, 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 да. А вот в конце всего года. Ага. 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 Ясно. 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 Ага. Третья имена услугу, поел тази. Здесь есть и информация. И еще в медаль. Победы приходят? Да. Это, наверное, у нас есть. Но, конечно, еще есть, что значит. И все с вами, на него уже только недовольство, опять же, что заканит тратил, но еще когда мы кассам один шаканда плантин, я сам-медрог выбор, В тужах в тужах живее вероятность разве ковки, если нам так интересно об этом, в том, что мы все так делаем. А pick three? Что-то наверное. Да, ведь если так, в тужах. И теперь все так, в тренинге, пока? Угу. Да, я наделаю, что очень интересно возвращательно в том, что и, конечно, в тужах времена, вещет наиболее, в том, что мы все же делаем, а я не успел — это молодая черну, но в чем сам был. Да, конечно, но с тем, что вы думаете, что вот эта возможность делать, в процессе, скажу, что когда Марина училась, даже когда Марина, я не могу ностануть в сердце. Да, я не могу ностануть. Но заaltsа доставай у нас на tackle. Наразли, что же? СScript поднимется в хронту, там, как в целом, Это очень интересно, что я перейду на русский, когда Марина ко мне пришла, мы совершенно о других вещах говорили, и мы готовились. У нас даже запись была именно на радиозайне, здесь эти записи, здесь, в эфире, были очень красивыми, что посвящено, что я эту запись мне принесла. Буквально красивую эту песню. Нет, это был не дес. И мы, как бы, вот, шли по этому пути, вот. И в очень прекрасный день она бы сказала, ну, как нравится дес, я там себя чувствую. Совершенно по-другому. У меня это было неожиданно. И в то же время я обрадовалась. Потому что это была свежая страда. Среди того, чем я занималась. И почему нет, давай, флаг в руки. И уже вот так вот на подступах. Пару консультаций, пару джазменов на ура. И вот оттуда все поехало и пошло. Ясно. Она тебя нашла или ты ее нашла? То есть, как, встреча, так сказать? Ну, она, конечно. Ясно, хорошо. И еще один вопросик, и перейдем к музыке. Ты помнишь, какая была первая песня, которую ты пела, вот, с джаз-оркестром Степана Керчев? Как, конечно, это не я. И ясно. Это не очень, конечно, то есть, конечно. И, конечно, это все, конечно. Композиция не помнишь. Это, конечно, все. песни, которая проходила в конце прошлого года в клубе Янс. Все было очень здорово. И эта песня сейчас очень активно крутится в Ютьюбе. Я думаю, что она достойна того, чтобы мы еще раз ее послушали. Давайте послушаем эту песню автором, который является... ...компаситель. ...поситель. 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 Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok 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 Прекрасно. Ну, хоть когда мы спросили о телевизорции, конкретно для нас все хорошо, все хорошо, все хорошо, все хорошо. Понятно. Ну, хорошо. А тогда скажи, пожалуйста, вот на корпоративных вечерах или на каких-то презентациях ты поешь совсем неделю. Как это? Да. Или ты поешь делся и заставляешь этих людей кушать? Да. Ну, приобретение, это тоже основа мероприятия не стоит. Как нам быть совместно? Ну, как правило, в мероприятиях исполняются какие-то известные произведения. Да. Да. Ну, как суммы какие-то себе и дай мне не рискать. Поэтому иногда приходится и заставить все лично и desafunden, и в Facebook надписью и написано про то, в мире, по мнению умений, поздравлять а не прозвищу я очень много частей. Ты знаешь? Я вам скажу вовсе. Я как раз недавно читал, я вообще много читал его дядя, у меня очень большая гриботека, и там прозвучала такая мысль, когда сказали, что кто-то из музыкантов, из больших музыкантов, ну вот Жарби Хенков, например, есть такой альбом, называется New Standard, он исполняет все попсовые кризисы в этом работе, да, и новый у него есть альбом тоже. И когда ему сказали, что ну как, ты вот такой великий музыкант попсовые песни и играешь, он напомнил, что в принципе все джазовые стандарты, тот же Паганини, там чик-то-чик и так далее, это ведь все танцевальные мелодии, там до 30-х годов из старых бродвейских музыкалов, шоу, да, там музыка из кинофильмов каких-то, и... Да, это не страшная музыка, да, и почему-то никто к этому не придирает, да, когда битва начинает играть или там скинга перерабатывать, почему-то начинает... То есть, на основном, музыка, танцевальная музыка. Да, это хорошая мелодия музыка, конечно. Хорошо. Хорошо. А, Зар, тогда вопрос к тебе в продолжении этого разговора. Ты, ну, как бы, так сказать, чтобы... Насколько, да. Ты, насколько я знаю, всегда занималась, вот, и с радой не хочу говорить попсово слово, да? Ну, ну, по-моему, тот музыкан очень будет. Да, правильно. Потому что я хочу сказать, что я хочу сказать, что я хочу сказать, что я хочу сказать, какой продукт, какой-то вот так вот. Ты знаешь, ты знаешь, есть, вот, у американских критиков и журналистов есть два слова, четко разделяющие эти понятия. Одна, это поп-музыка, это вот, там, сегодняшний Джастингенберлейк, да? Да. И есть традиционный поп. Это вот... Да, это достаточно стоит. Если это вот последний, там, Баба Сейза, это Ширли Маклей, это, это, как ее зовут, глазастая, которая... Да. Вот это traditional поп. Ага. То есть, они, так как по-русски это как-то не очень, поэтому я, например, употребляю, там, говоря о Софии Ротареве, я говорю, это не страдаю. Да, да. Да, да. Потому что попсово, понимаете, это попса для меня. Ага. Поэтому, в моем суставе слов попса звучит немножко обидно. Поэтому я в соотношении к своему товарищу все-таки скажу лучше эстрады. Так вот, от эстрады, ну, я просто знаю, кого ты продюсировала, кого ты вывозила, да? Это на нынешней нашей эстраде достаточно солидные, так сказать, музыканты, а не ресторанные. И вот мне бы хотелось узнать, как ты себя чувствуешь при этом переходе с такой эстрады, с пап-музыки на дизлую? Ну, изначально бы я сказала, что особого перехода есть, я никуда не ушла, я просто, все кажется, я очень люблю фольк, да? И вот он даже вот в эстраде, в эстраде всегда придерживался каких-то корней национальных. Поэтому я, безусловно, пела фольк в эстраде, его употребляла, потому что я считаю, что ту культуру, которую он вывозит, она без с вами никому не интересна. Поэтому сам уже не раз обращалась со своими артистами. Что касается джаза, как человек творчества, мне интересно абсолютно все. Если это парадливо, и я очень люблю слово вкусное, то все должно быть вкусно. Если это парадливо вкусно, почему нет? Если к ним есть дырка, если есть премьеры, что-то сказать, что-то много, хотя бы чуть-чуть, какая-то свежая история. Ой, мне это действительно интересно. И в них интересны, даже не только в вкусном жанре, мне это интересно. Очень надеюсь, все. Часто касается и скучно. Поэтому, особенно мне, вот, наверное, чем я на вокале из зала, надеюсь, не знаю, мне вот куда-то не все. Мне это интересно. Всегда думаю, мне это интересно. Я знаю, что мне может быть в этом интересном. Прекрасно. Самое главное, что у нас желание куда-то разобраться и неправильно. Замечательно. Теперь я хочу маленькую справочку дать. Сейчас мы послушаем еще одну песню исполнения Марбин. Новая, абсолютно новая запись, абсолютно новая, значит, аранжировка, исполнение. Она поет под аккомпанемент гитары с американским гитаристом Алексом Бабуяном. Алекс Бабуян – это сын очень известного в Соединенных Штатах гитариста Джона Бабуяна, профессора знаменитого колледжа Беркли, который, вы, может быть, рады слушать или, может быть, помню, приезжал сюда с Сатавей Калганесян. Вот не в этот последний приезд, а тогда, в 2008 году, он играл и на гитаре, и пел с Сатавей Калганесян. Вот, и сейчас он, так сказать, проездом в Ереване задержался на несколько месяцев. Он едет в Германию продолжать учебу там. Вот. Ну, его сейчас нужно слушать в разных клубах. Ребята всегда... А, соль, 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 соль. Очень хороший парень. И занимает музыка. Давайте послушаем одну композицию. Это знаменитая Энджи Лайс, Марби и Алекс Бабуян. Вернаме Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok 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 Как и передвижить свою дискомфорт. На русском это Марина. На русском это Марина. А как на английском? Марина, спасибо. О, господи, на степане кто-то оснет. Снегласно, там не стиватят. Добро пожаловать. С Мариной у нас как-то не сложилось. Поэтому мы решили все это Марина. Я очень знаю. А фармейский Марбин звучит отличный. Это вам кажется. Ну, да ладно. Мы... 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 Так вот, значит, от стандартного, традиционного джаза начали двигаться в сторону этно-музыки. Я не хочу обязательно вставлять слово джаз, потому что есть очень много людей и у нас, и за пределами нас, которые осваивают термин, собственно, этно-джаз. Говорят, что джаз это вот слинга, все остальное это уже не джаз там и так далее. Будем... Вот, на мой взгляд, самый хороший термин в этом смысле придумал Артур Тони Боаджан, который сказал, что это авангард шоук. То есть, шоук музыка в такой новой, ну, как-то, инверситации. Давайте мы будем цеплять к нему, там, рок, джаз, шоук или что-то такое. Это современное слово, да? Современное слово. Может быть. Не важно. Надо, конечно, не важно, как это называется. Так вот, Марби, вопрос к тебе сначала. Тебе больше нравится петь вот такое, с армянским, так сказать, уклоном что-то, или все-таки, если будет возможность, ты будешь петь традиционный джаз? Если больше нравится армянский, то чем нравится? Или если не нравится, то чем не нравится? Вот разница между, вот мы сейчас будем слушать в твоем исполнении народной песни, а просто такой полуджазовый, приджазованной обработки. Или вот что тебе лучше, все-таки анджелайс, или вот это? Спасибо, Бракон, у меня все, и петь на армянский. Спасибо, Бракон. Спасибо, Бракон. В традиционном, да, уже все сказано. А тот путь, который мы выбрали, и который я сама истинно Марби желаю в эти годы, он тяжелый, он нелегкий, он непоторимый, но он интересен. А так как я культурный экспорт предлагаю, я знаю, что для себя, вот, однозначно, что у них интересны свои корнями. Где бы ни были, как бы мы ни пили, у них интересны свои корнями любой публики, то есть, может быть, выхватки, и исключительно эти корнями. А так, вот, да, вот, не обязательно должно быть от начала до конца, сколько бы. Но здесь должны быть, здесь должны быть краски, цвета, да, которые тебя уводят в культуру какого-то народа. И так как мне очень хотелось гордиться Марби на международной сцене, я именно вот это же и желала, чтобы было лицо, была принадлежность. Потому что это действительно ярко выраженная принадлежность. Потом, у нас такой вклад, у нас такой актив классной музыки, а почему я не поднимаю, да? А почему, да, если Хангкок, он играет в бифонс и так далее, а у нас в жизни свои, шедевры и жемчуга, почему их не вытаскивать? Все, что мы в этом снимаем, что? Да, 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 да. И поэтому вот как бы... Я пришла к тому, что, ну, это очень легко. И трудно, трудно, потому что всегда идти по тому, что сделано, всегда легко. А вот чего нету, и совсем всегда, и главное не потерять, это трудно. Мы, мы идем. Мы легко идем, честно скажу. Мы легко, мы идем. А вот аранжировку, взор тонко, и вот две еще композиции, я надеюсь, мы успеем послушать в таком, да, витническом, так сказать, саспекте. Кто делает аранжировки, вот их так очень аккуратно вводит, то ли форгу, диасфор, или диасфор? Эти аранжировки принадлежат и баринку Шеребетяну, то есть из артенка, то его произведение. И вот у Кламитянца, это тоже... Да, это живое. Это самая... Ага. Да, живая аркестровка, запись, вот. Конечно, есть вещи, которые там по ходу приходили, у каждого из нас, может, наложение кое-что записывали. Да, там у нас есть интересное, что скидки. Да, одним словом, как-то вот так вот скручиваем. Но и снова это все, конечно, горит с арбитой. Ясно. Хорошо. Пойдем послушать. Анатолий, мы очень благодарны, потому что он один из немногих музыкантов, который согласился с нами этим заниматься. Да, у вас хорошая парня, я его хорошо знаю. Лазненько. Ну что, давайте послушаем еще одну песню о исполнении нашей гости, а потом посмотрим, о чем будем говорить дальше. Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok ДимаTorzok ДимаTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok ДимаTorzok Субтитры создавал DimaTorzok ДимаTorzok Субтитры создавал DimaTorzok ДимаTorzok 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 А потом получалось все ровно наоборот, пусть я всегда была права, и кто-то выигрывал, и кто-то стерлял, а потом они меня умоляли, нигде об этом не говорить. Такой наоборот, да, обратно и так далее. Я хочу сказать, что вот мы как-то это видим чуть больше. Что касается обязанностей, я бы не хотела говорить, у меня тут нету обязанностей, потому что нету обязанностей, да, мы должны слушать, мы должны то, мы должны все. А по-разному я работала со всеми артистами и работала и с контактом по всем пунктам. Очень сложно. То есть я действительно понимаю, что должен делать продюсер, но когда ты видаешь продукт, и у тебя вроде как все готово, а ты его просто не можешь продать, и ты в этом не виновата, потому что ты не делаешь тот продукт, который нужен основной массе, вот это же большая динамика. Поэтому я здесь за эту тему закрыла, закрыла, да, и заполучила кайф от лодческого процесса, безусловно, деньги надо зарабатывать, вот, а продюсер в данном случае, я думаю, обо всем, обо всем, все, что касается артиста. Что он будет пить, как это будет описываться, какая будет таражировка, какое будет ли видео, внешний вид, поведение наше, все в комплексе. Может быть, в некоторых странах это все определяет целая команда. В данном случае, в моем лице, ну, так уж повелось, все всегда решала, определяла я, чтобы это, опять-таки, все идет в интересах артиста. Главное, его выдерживать нападать, чтобы это стреляло, чтобы это было интересно. Ясно. Ясно. Если нужно, три комментария. Да. Во-первых, вот ты, когда говорила, что заботится об этом, об этом, об этом, мне сразу почему-то захотел сказать, то есть, ты наступаешь в роли этой мамы, да, артиста, которая все знает за дочку, как ей лучше выглядеть. Нет. Мама же не может делать. Мама всегда восхищается дочкой. И мама может не замечать, потому что у дочки нету таланта, потому что она мама, и она влюблена. Так что, да, заботы здесь есть. Безусловно, если мама артисту плохо, я всегда приходила на помощь. Мы их боимся были, мы их боялись, мы их их кормили, мы их живали, мы все делали. Абсолютно все. Понятно. Второй вопрос. Коротко. Коротко. Ты вот сказала по поводу запросов населения, да? Да, к сожалению. Большому. А вот как? Ведь продюсер, в принципе, он... Должен работать на рынке. Должен работать на рынке. Да. А как же вот работать? Я не с тех продюсеров, у меня так не получается. Ты что, почему не работаешь на рынок? Нет, я бы хотела работать на творчество. Но если ты работаешь, что мне делать? На каком же рынке ты работаешь, если нет? Да. На каком же рынке ты работаешь, если нет? Нет, я для себя определила. Мне очень комфортно с детьми, где не стоит проблема. Рынка, полная свобода. И вот эти краски просто играют. Ладно. Дети, это квартир-компас? Нет. У меня много хороших артистов уже. Новых, талантливых. Вовсе неинтересно. Невероятно. Такая свобода в фантазии. Вкусно. Свобода. Вот. Понятно. Ну, последний вопрос, тот комментарий, скажем на тобой. Ты несколько раз сказал, что нужно подготовить артиста, определить то, что выстрелит, то, что приведет к победе. Да? Да. То есть, вот у меня сложилось, я думаю, что у радости существует тоже. Сложилось такое ощущение, что твоя главная задача это выглядеть на какой-нибудь конкурсе. Я даже приведу такой пример знания профессии. Я по образованию педагог английский и французского языка. Угу. И когда меня просят улучить ребенка английскому, я берусь. А когда мне говорят, надо подготовить его к поступлению в институт, я не берусь. Потому что знать язык и подготовиться к даче экзамена, это совсем разные вещи. Да. Так вот, нет ли тут какого-то... Ну, это тоже. Если я работаю, я работаю, развиваю во всех направлениях. У меня всегда пели и народный музыку, и дязевую музыку мы развиваемся. Я тоже сама преподаю. Понятно. Я преподаю. Вот, мы развиваемся во всех направлениях. Но дело в том, что, да, вот эти школы, где молодые исполнители... Ведь что такое молодые исполнители? Они еще не знают, что они могут выкинуть. Значит, наша задача раскрыть то, чего не видно. А для этого надо очень много работать. Очень много работать. И иногда мы заставляем делать то, чего они не хотят. Ясно. Потому что вот нам как-то удается вот видеть фильм. Убедило, конечно. Ну, не знаю, как любитель, но, по крайней мере, я помнилась из самой своей практики, что база тела, у которых незначительный опыт… То есть или те или и те или и те, а потом был бы в больных смотрят, что ничего голосом пили, ничего закрупили и так далее, и так далее. А потом, как бы, все стоят на сволочке. Прекрасно. Прекрасно. У нас, буквально, одна минута осталась, чтобы мы спели еще и песню послушать. А вы субботинговый натор прозвучало? У меня один вопрос к вам. Один, как хотите, кто хотите, отвечайте только конкретно и быстро. Последний вопрос. Любому артисту в любом жанре всегда бывает о ваших творческих планах. Скажите, пожалуйста, что вы делаете, что будет с этими песнями, которые вы уже записали? Что вы хотите, что ждать вашим поклонникам в ближайшее время? Так, быстро говорю. Значит, в ближайшее время мы очень хотим сделать концерты. А концерты, где будут новые песни в этом новом стиле. Один, словом, мы вот сейчас работаем над этой идеей. Другим концертом. Другим концертом. Другим концертом. В стиле «Фортизь». Прекрасно. А эти песни, они будут как-то оживлены. То есть, там, битвы. Другим концертом. Другим концертом. Другим концертом. Другим концертом. Почему нет? Почему нет? Записи, конечно. Но оно исключится с ребятами. Обязательно. Ясно. Хорошо. Ну что, дорогой? Конечно, мы хотим поехать на фестиваю на конкурсы. Хочем увидеть вам все на нашем воле. Ой, не хочу с вами. Нет, я так думаю. Нет! Мы хотим… Ут, я не люблю это, главное, честное слово не для меня. Мы хотим показать себя. Помогу что у меня есть? Самую очередь. Что у меня есть? Да, ну, я хочу с вами, с вами, с вами. Хорошо. Спасибо вам большое. Спасибо, большое большое. Спасибо большое. Спасибо большое. Спасибо вам большое за то, что ответили на мои вопросы. Я уверен, что они были абсолютно откровенными ваши ответы. Ну и в заключении у меня осталось только попрощаться с вами, с радиусульствами и предложить послушать еще одну песню в исполнении Марби. Спасибо большое. До свидания. До свидания. Спасибо вам. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok